здравствуйте вы смотрите специальное интервью с вами мария шматкова сегодня мы находимся в историко-литературном музее заповедники александра сергеевича пушкина где буквально через несколько дней будет проходить масштабный пушкинский фестиваль здравствуйте александр михайлович расскажите о старте летнего сезона в музее ну и конечно же о том как планирует в этом году удивлять гостей и жителей округа которые приедут на пушкинский фестиваль но мы надеемся что он будет счастливым хорошим не таким как прошлый сезон потому что чтобы мы все были здоровыми счастливыми и приходили почаще музей не забывали потому что музей все время открывается новые выставки новые мероприятия какие-то проходят различные праздники так что вот видите у нас все подстрижено мы ожидаем гостей но мы всегда у нас всегда чисто но здесь особенно и особенный день мы приближаемся к очень важной дате это 222 года со дня рождения сан сергеевича пушкина это день рождения пушкина мы когда мы были детьми наверное сейчас и взрослые всегда ожидаем своего личного праздника ну день новый год 8 марта 23 февраля это конечно замечательные праздники но когда свой персональный праздник это лучше всего так вот и у александра сергеевича тоже был свой персональный праздник это день его рождения поэтому мы стараемся чтобы день рождения пушкина прошел веселым замечательным чтобы он был запоминающимся и мы будем проводить в этом году 5 и 6 июня вот как раз 6 июня выпадает на день рождения пушкина обычно проводятся пушкинские праздники у нас в первую субботу и воскресенье июня 5 июня в этом году у нас пройдет пушкинский праздник здесь в Визиомах а 6 числа пройдет он в Захарове в Захарове будет уже 45 пушкинский праздник но если мы с вами посчитаем что вроде как бы подать из 76 года получается 46 праздник но мы в прошлом году не проводили праздник поэтому решили нужно соблюдать такую традицию что уж если праздник то праздник если прошел мы его считаем не прошел то мы его не считаем получается тоже такой маленький юбилей конечно конечно это 45 лет это очень здорово потому что благодаря этим пушкинским праздником которые стали проводиться и в Захарове в Визиомах мы как можно больше люди узнают об этих усадьбах о местах детства Пушкина и как можно больше приезжают к нам сюда в гости пушкинский праздник это всегда уникальная история над которой трудится команда сотрудников музея заповедника Александра Сергеевича Пушкина чем в этом году будете удивлять гостей но у нас здесь не только одна команда нашего музея если бы мы без наших друзей без наших советников без наших помощников без наших учредителей мы бы не смогли провести этот праздник поэтому конечно здесь огромная работа просто гигантская работа была проделана министерством культуры московской области администрации Одинцовского городского округа и конечно же ну и наш музей еще ряд многочисленных организаций которые были к этому в общем-то были привлечены поэтому в этом году у нас 5 числа мы проводим очень необычный пушкинский праздник здесь в Визиомах он всегда отличается если в Захарове это на праздник который уже устоялся со своими традициями которые мы не хотим ни в коем разе ломать а то здесь в Визиомах мы проводим различные эксперименты так у нас был и пушкинский театральный карнавал еще там ряд которые имел огромный успех а сейчас мы хотим сделать арт пикник асп что такое асп что все люди будут думать асп это конечно Александр Сергеевич Пушкин вот и программа у нас будет такая знаете молодежная развлекательная очень интересная кроме бадминтонов которые здесь будет на этой поляне где мы с вами стоим разные городки разные игры пушкинского времени можно запустить и змея воздушного у нас будет большая программа а вся программа здесь в Визиомах начинается в 12 часов и мастер-классы по рисованию театрализованные шествия по территории парка здесь будет фото квест лукоморья пленэр нарисуй акварелью будет экскурсии по дворцу и по парку это как бы на сбор гостей затем у нас в два часа будет очень интересная такая такая программа эта программа неспешные чтения с Анной Гениной Анна Генина уже друг нашего музея она много раз выступала у нас здесь и она привозит великолепных блестящих пушкинистов филологов философов на этот раз она вот привезет нам троих блестящих людей это вот Мария Филикман будет Анна Аркатова это поэтесса писатель и Александр Гаврилов здесь будет очень интересные вещи это будет различные чтения вот с этими авторами это пушкин глазами российских и британских поэтов на это будет и египетские ночи здесь будут три автора романа Евгений Онегин это очень известные люди и на них в общем то я думаю что просто счастье можно будет попасть ну а здесь вот на главной сцене мы не специально не стали строить большую сцену как раньше это было мы решили чтобы люди как-то отвыкли уже от травки в связи с пандемией от земли поэтому все бы стоять на земле здесь на лужайке настоящий пикник настоящий уикенд и кроме этого здесь будут в 12 часов спектакль большой повести Белкина это московского областного государственного театра юного зрителя затем будет в 16 часов комедия о театре это спектакль очень интересного театрального проекта так называемый заячий стон все говорят что такое заячий стон вот мы открываем секреты здесь артисты линкома имени марка захарова будут нам представлять вот эту интересную комедию о театре затем 1830 будет посвящение пушкину роман со пушкинской поры будет выступать народная артистка россии на солистка государственного большого театра ирина долженко с со своими учениками с большим оркестром из академии музыкальной культуры имени гнесиных затем в 1930 будет вообще очень интересная вещь это будет спектакль по сказкам пушкина постановка уличного театра эскиза в пространстве впервые мы будем строить сцену на воде на воде на пруду здесь будут большие понтоны и там будут играть и артисты а мы будем наблюдать с берега за ними ну и в конце завершить наш вот этот пикник в 20 15 20 часов будет еще одно очень мероприятие интересно кто быстрее прочитает евгения онегина затем на за 15 минут целиком да поэтому здесь будет очень интересное такое действие не буду открывать секреты все ну а затем 20 15 будет онегин блюз это блестящая постановка двух наших очень известных артистов это игоря бутмана и игоря скляра там огромное количество актеров будет выступать музыкантов и что это такое такой своеобразный спектакль концерт вы все это сами увидите ну и наши все замечательного такое действие она завершится но где-то часов девять десять как в общем то мы все разойдемся конечно все это будет проходить бесплатно здесь будет открыта территория можно пройти единственное все таки решили немножко сделать платным таким это будет вход во дворец и проведение экскурсии по дворцу и на территории конного двора там небольшие диски игра они там разрисуя веер и игра пушкинского времени это тоже будет проходить такой на платной основе все остальное у нас будет бесплатно но очень насыщенная про очень насыщенная программа очень интересная большая так что я думаю все отдохнут и не устанут но 6 числа мы всех ожидаем на юбилейный 45 пушкинский праздник захарове там программу мы решили не ломать у нас начало праздников 10 часов там и хороводы и выступления артистов их с художественной самодеятельности ну а с 12 часов на наши почетные гости обязательно скажут приветственные слова поприветствует всех гостей и затем начинается большая программа на большой сцене на малой сцене поляна сказок опять детские представления театры на территории усадьбы будет играть духовые оркестры различные квесты конечно же торговля народу мы ожидаем огромное количество и говоря что погода будет хорошая 25 градусов без засадков если так то мы ну тысяч на 15 20 мы ожидаем но здесь немножко поменьше веземых но наверное тысяч 5 я так думаю вот а в захар и у нас будет вот такое большое количество людей александр михайлович кто в обязательном порядке посещает пушкинский праздник но в обязательном порядке каждый директор посещает если уж так говорили в обязательном порядке конечно посещает поэты поэты в обязательном порядке потому что у нас поэтов очень много с поэты замечательные как в одинцовском районе живут в москве в московской области они все это точка притяжения они все они приезжают сюда и веземые захарова но больше для поэта будет выделена площадка перед памятником альсан сергеевичу пушкину около пруда там всегда по традиции у нас поэты читают свои стихи посвященные пушкину своего сочинения в обязательном порядке конечно же дети потому что это прежде всего детский праздник вот и для детей вы знаете какое какая радость посетить посмотреть увидеть поиграть здесь уже дети наши наши наше все и обязательно конечно будет посещать праздник ну получается это такой семейный это семейный праздник здесь у нас нет никакой никакого официоза нет никаких веземых например даже не будет никакого приветствия приедут наши почетные гости министр будет культуры она будет в толпе просто среди народа точно так же как и все она такой же участник как и все мы и поэтому на праздник мы ожидаем всех ожидаем всех и надеемся что он всем понравится на по территории нас будут веселить артисты цирка они будут на ходу ли здесь ходить разные здесь мероприятия будет ну в общем то конечно это замечательное такое мероприятие ну и по традиции думаю сделаем такую вот вещь как обязательно у нас же проходит международный конкурс детского рисунка в этом году у нас завершается 17 конкурс международный остается огромное количество рисунков которые нам присылают дети в этом году тоже около 10 тысяч нам было прислано рисунков мы будем протягивать на белевых веревках мы будем на прищепках вывешивать эти рисунки но не последних а предыдущих конкурсов а те которые не стали финалистами и любой желающий кто приходит на наш праздник могут взять себе бесплатно неограниченное количество рисунков на память так что у нас вот такое даже очень много сюрпризов да много сюрпризов у нас много интересных идей но с каждым разом мы совершенствуем наши праздники стараемся чтобы они были не похожи где-то похожи где-то у нас нам надо соблюсти традиции а где-то мы можем немножко поэкспериментировать это те от общепринятых канонов да конечно конечно но так вот масштабно так ярко так вот прям буквально врываетесь в лето пушкинским праздником каким же тогда будет весь сезон потому что они же такой высокой планки уж точно вы не шагнете в захарове в июле и в августе мы будем продолжать концерты это блестящее просто плеяда будет выступающих летние концерты бабушкиной усадьбе вот так они у нас называются захарове за усадебным домом в августе месяце если не изменяет память 20 августа будет у нас фестиваль традиция который ежегодно проходит у нас в усадьбе захарова ну конечно же экскурсии детские всякие занятия вот это все у нас здесь вот будет и в захарове и веземых проходить все вот такие вот мероприятия очень интересные да и просто вы знаете приехать сюда погулять по травке походить выпить чай в домике арина родионовна чай на арина родионовна да кстати говоря около этой чайной арина родионовна будет еще рассказывать сказки вот так что у нас будет настоящая арина родионовна у нас много всяких мероприятий будет проходить так что весь парк он будет как улей ну а лето лето она всегда хорошо даже без всяких мероприятий просто приехать посмотреть и увидеть насладиться даже вот в июне вы если вы приедете после пушкинского праздника начнут расцветать на рассвети рассветет липа липовый парк представить какие здесь запахи идут только-только сейчас начинает набухать пионы немножечко они в этом году запоздали обычно пушкинском празднике они у нас расцветают но здесь где-то на неделю немножечко они попозже начнут свести здесь и ирисы и розы и благоухание в общем-то полное нужно не только наслаждаться природой конечно обогащаться в культурном плане да и посетить конечно посетить наши выставки выставки у нас очень интересные сейчас идет выставка екатерина ушановой а прикасаясь пушкину затем у нас будет еще вот ряд выставок который мы проводим лето это тоже очень насыщенный потому что в этом году мы будем отмечать 22 июня очень скорбную дату очень печальную дату для всей нашей страны это начало великой отечественной войны 80 лет прошло с того дня ужасного дня когда люди просто были в отцепенении что началась война мы подготовили очень интересные две выставки эта выставка от победы до победы от войны 812 года до великой отечественной войны в миниатюрах эта выставка можно посмотреть ее в залах в восточном флигеле и подготовили очень интересную выставку она теперь у нас будет ежегодно проходить на зиму мы снимаем это баннерная выставка баннеры большие где мы помещаем портреты участника великой отечественной войны неважно где они призывались неважно в какой из какого места воевали неважно живет он здесь или не живет в единцовском округе мы для для нас все ветераны все одинаковые поэтому это наши герои поэтому помещаем портрет просто пишем фамилию имя отчество и чтобы могли мамы прийти со своими детьми сказать вот это твой прадедушка который воевал который защищал нас с тобой поэтому вот такую выставку аллеи героев мы хотим продолжать каждый год мы в этом году к 22 июня на там у нас стоит 5 баннеров мы уже вывесили поместили парке победы везем их ну а мы еще подготовили еще два баннера вот и так каждый год мы будем готовить по несколько баннеров пока весь парк не обобьем вот нашими портрет портретами наших героев чтобы все о них знали чтили и помнили александр михайлович прям хочется сказать следите за афишами не пропускайте ни одного мероприятия все уникальные все интересные очень разнообразные приезжайте в усадьбу голицын посещайте знаменитый парк захарова наслаждайтесь природой прекрасными выставками и событиями конечно мы вас ждем с нетерпением если вы к нам не приедете мы будем очень опечалины но печалиться не будем встречаемся 5 и 6 июня и веземах и в Захарово спасибо за приглашение с удовольствием приедем вы смотрели специальное интервью оставайтесь на нашем канале увидимся в Захарово